Добрый день, дорогая Церковь! Мы в эфире. Господь с нами. У нас все получается по Божьей благодати. Мы имеем с вами полный совет Божий. Пасха грядет. Сегодня у нас Пальмовое Воскресенье. В России оно называется Верное Воскресенье. Пальмовое Воскресенье – это воскресенье, когда Иисус Христос завершает свое служение, въезжая в свой город. Я повторю, свой город. И давайте мы с вами помолимся. Итак, у нас будет слово, у нас будет перерыв 10 минут, и потом у нас будет дискуссия. И у меня тоже есть что сказать на дискуссии. Не хочу быть слишком долгим. Прошлая Воскресная проповедь была 50, по-моему, 7 минут. Этого больше не повторим. Хорошо, давайте мы с вами помолимся. Как у вас дела? Вы со мной? Вы внимательны? Да. Хорошо, давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за грядущую Пасху. Воскресенье Христово. Благодарим Тебя, Господь Иисус, за то, что Ты явился перед Своими людьми, как Агнец, как кроткий и смиренный и праведный Царь, который сидел на молодом осленке. На этом осленке никто никогда не ездил. Ты сел по заповеди, которая была дана для царей, чтобы и цари немного думали о себе. Благодарим Тебя, Господь Иисус, за то, что Ты въехал в Свой город. Он принадлежит Тебе. Это то место, откуда Ты избрал, чтобы спасение распространилось по всей земле. Мы благодарны Тебе, Господи, за это время, когда Ты проводишь нас, и мы не можем быть вместе, но мы просим Тебя, чтобы Ты наполнил каждую комнату, наполнил каждый зал, Господи, Твоим присутствием, и наполни эту комнату, Господь Иисус. Мы просим Тебя о помазанном слове. Благослови нас изобильное. Благослови детей Твоих. Благослови церковь Твою. Напитай нас сегодня словом Твоим. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы с вами откроем, начнем нашу проповедь со Второй книги царств. Итак, Вторая книга царств. Сегодня будет несколько исторических аспектов и географических, чтобы мы с вами понимали, в чем, понимали контекст. Итак, Вторая книга царств, Пятая глава. Вторая книга царств, Пятая глава. Вторая книга царств, Пятая глава. Здесь мы видим с вами в шестом стихе особенное событие в жизни израильского народа. Это особенное событие, потому что с этого момента и в последующее время, по сей день, это место будет очень важным. Не только для Израиля, но и для всего мира, и также для Господа Бога, который поставил Давида на царство. Итак, шестой стих. И пошел царь и люди его на Иерусалим против Иерусеев. Итак, в Иерусалиме это был город, вернее, он стал называться Иерусалимом, и там жили и Иерусеи. Это не из сынов Израилевых. Давид пошел войною против этого города. Жители той страны, Иерусеев, жители той страны, но они говорили Давиду, «Ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Что же это значило? Опрочем, просто, здесь говорится, это значило, не войдет сюда Давид. У него не хватит силы справиться даже со слепыми и с хромыми, они его прогонят. Седьмой стих. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. Вы со мной? Давид взял крепость, Давил взял эту крепость. И это крепость Сион. Когда Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской, то Он привел их на гору Синай, где народ получил закон, получил заповеди и постановления, где была построена Скиния, это гора Синай. Но теперь мы видим с вами, что появляется другая гора. И послание к евреям, 12 глава, очень четко говорит, что она отличается очень сильно от горы Синай, гора Сион. Давайте еще один стих прочтем. И сказал Давид в тот день, давайте восьмой стих пропустим, он важен, но не в контексте, о чем мы будем говорить. Итак, седьмой стих. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. Чей это город? Давидов. Как вы понимаете, город Давидов. Я лично понимаю, что этот город Давида, это город царя, это царский город, потому что там находится царь. Девятый стих. И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от мила и внутри. Итак, поселился там Давид, царь поселился там, и этот город отныне стал называться царским городом, потому что царь устроил свою резиденцию там. Мы видим с вами, что с этого момента и в последующее время этот город очень важен для всей истории Израиля, для всей истории Земли. Потому что именно рядом или в этом городе был построен храм Господень. И Господь говорит, что я уже не буду переходить в Скинии по коленам Израиля, но поселюсь в одном месте. И это место я избрал, что? Гору Сион я избрал. Я избрал город Давидов. И даже больше я избрал Давида, моего раба. Давайте дальше пойдем. В Библии есть такой принцип. Вернее, лучше сказать, что Бог действует определенным образом в истории человеческой. И этот принцип такой, что Господь где-то начинает что-то, что потом распространяется по всей земле. Еще раз. Что Господь где-то, в каком-то месте. Я сегодня изучал географию Израиля. И в отношении служения Иисуса Христа. Вы знаете, в основном его служение происходило в Назарете, в области Галилейской. И также он временами спускался в Иерусалим. Между Капернаумом, где можно сказать, что он больше времени находился. Между Капернаумом и Иерусалимом 164 километра. Как вы думаете, за сколько можно пешком туда дойти? Ну, я вам сейчас, я конечно вам скажу, за сколько. Итак, пешком от Капернаума до Иерусалима 35 часов ходьбы. Много? Я думаю, не очень. За два дня дойти можно. Ну, можно за три. А если огибать Самарию, еще прибавляется, ну, километров 30. Но сама географическая местность, на которой служил Иисус, она очень мала. Это даже нет там 200 километров. 164 километра от Капернаума до Иерусалима. По сравнению со всем миром, с невероятной площадью всей земли, это крохотное место. Крохотное место. Итак, Господь, Его действие такое. Он любит делать так. Он начинает что-то в одном месте. Вроде бы незначительное. Но потом, что Он начинает, это распространяется по всей земле. Слушайте, ну, далеко не нужно ходить. Потому что Господь Бог сотворил человека и поселил его в Едемском саду. И мы с вами понимаем, что Его заповедь, что Господь говорит, плодитесь и размножайтесь и наполняйте всю землю. Какую землю? Сколько? Всю землю наполняйте. Потому что я хочу, чтобы мое присутствие в вас, мои люди, которые были сотворены по образу Божьему, распространилось по всей земле. Я хочу, чтобы вся земля была благословлена тем, что я начал в определенном месте. Начал с малого, начал с того, что кто-то скажет, да кто такой Адам? И кто такие восемь миллиардов человек? Аминь. Мне также нравится этот пример, когда, помните, в книге Даниила во второй главе. Как у вас дела? Вы со мной? В книге Даниила во второй главе мы с вами видим, как истукан стоит. И этот откололся камень от скалы, и он скатился и ударил в ноги истукана. И мы с вами видим, что истукан грохнул, а со всем своим звоном металла, железа и меди, золота и так далее, грохнулся. И там не написано, что от него осталась целая гора, которую нужно было убирать. Нет, ветер унес все, и не осталось ничего. А этот камень, который откололся со скалы, что произошло? Он превратился в гору и наполнил всю землю. Аминь. И наполнил всю землю. Следующий пример, очень интересный, который я хотел бы, чтобы мы с вами прочитали. Это книга Иезекииль, 47 глава. Это книга Иезекииль, 47 глава. Сегодня мне уже посыпались поздравления. Христос воскрес. И я отвечаю, аминь, Христос воскрес. Пастор Драгон написал поздравление. Кстати, всем большой привет передает. Это пастор сербской церкви в Вене. И он мой очень хороший друг, я уверен, что и вас также. И он написал, Христос воскрес, поздравляет меня. Я ему отвечаю, воистину воскрес, аминь, Иисус живой. И посмотрю, он пишет мне, прошу извинения. Потому что я раньше, а я-то у вас-то воскресенье Христово на следующей неделе. Я ему ответил, знаете как, не беспокойся, Иисус Христос. Вчера, и сегодня, и вовеки, Тот же воскресший, прославленный, верный, любящий. Нет, это я уже сейчас прибавляю. Я ему ответил покороче. Итак, мы с вами приближаемся к нашему празднику Пасхи Господней. И мы с вами сейчас обсуждаем невероятные вещи, что Господь, Он действует из определенного места, и Он может это делать втайне, но потом это начинает разрастаться и благословлять всю землю. Это так здорово. Вы знаете, книга Иезекииль, особенно последние ее, по-моему, восемь глав, Господь говорит о том, что будет то время, когда будет возведен третий храм. Итак, тот, который построил Соломон, это первый храм. Дальше. Этот храм был разрушен. Потом Иуда вернулся из Иерусалимского плена, и был построен второй храм. И те, которые видели этот второй храм, они видели первый храм, они стояли, пожилые люди, они стояли, смотрели, что он такой незначительный по сравнению с тем, который построил Соломон. И они плахали и рыдали. Что же это такое? Но, вы знаете, не всегда нужно смотреть на величие. Потому что именно в этот храм войдет Господь. Не в само святое святых. Для этого еще не наступило время. Потому что еще действовало священство по чину Аарона. И мы с вами видим, что тот храм тоже был разрушен. Сейчас нет храма на храмовой горе. Ну, а мы видим с вами, что в Иезекииле Господь дает обетование Израилю, что будет построен еще один храм. И мы на дискуссии можем поговорить об этом и расширить. Но давайте мы посмотрим на 47-ю главу. И это тот же принцип, о котором мы говорили сейчас. И он во многих местах. Итак, мы видим с вами, что из-под порога этого храма, первый стих. Из-под правого бока храма на южную сторону жертвенника вытекает ручей или поток. Представили себе? Из-под храма, где воссел Христос? В городе Давидовом. И мы с вами будем читать Захария, 9 глава, 9 стих. Это его город. Это город великого царя. Псалом 47. Город великого царя. Мы видим с вами, что построен новый храм. И Мессия вошел во врата и воссел там. И из-под этого храма потек источник воды на восток. И текла из-под правого бока храма. Седьмой стих, чтобы быть покороче. И когда я пришел назад, пришел назад откуда? А оттуда, что ангел, который сопровождал его, он вел его по этому потоку. И когда он пришел назад, то вот на берегах этого потока много было деревьев по ту и по другую сторону. И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли. Если посмотреть на Иерусалим, то восточная сторона земли, это через Иудейскую пустыню, и там мертвое море. В этом мертвом море нет ничего абсолютно. Там нет ни одного живого создания. Оно полностью мертвое. Мертвое. Это море соли. Итак, сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли. Сойдет на равнину и войдет в море. И воды его сделаются здоровым. Я хочу подчеркнуть. Все начинается с маленького потока. Но знаете что? Важно, откуда он идет. Важно, откуда он вышел. Важно, кто стоит за этим. А за этим стоит Христос. Давайте дальше прочтем. И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли. Сойдет на равнину и войдет в море. И воды его сделаются какими? Какими сделаются воды в мертвом море? Они сделаются какими? Здоровыми. Девятый стих. И всякое живое существо, присмыкающееся там, где войдут две струи. Это означает, одна пойдет на восток, другая на запад, в Средиземное море. Которое после великой скорби тоже будет полностью непригодно для жизни. И мы видим с вами, что эти два потока, две струи, где они войдут, там все будет живо. От этого, я представляю, как от этого потока, если с высоты птичьего полета смотреть, вот он храм, из-под храма, на одну сторону вышел один поток. На другую сторону вышел другой поток. И где поток входит в море, там начинается нечто удивительное, там начинается жизнь. Дальше давайте прочтем. И рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода. И воды моря сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, все там будет живо. Помните притчу, что сердце человека – глубокие воды? Совместите эту притчу с вот этой картиной. Из малого начинается. Но входит в море, я представляю, сначала это мертвое море, потом это Средиземное море, потом выходит в океан. И все воды земли становятся здоровыми из-за одного маленького потока, который вышел из храма Господня. Аминь. Вы со мной? Давайте мы с вами откроем книгу Захарии, книгу Захарии, девятую главу. Это пророчество о том, что мы называем с вами Пальмовое воскресенье. Пальмовое воскресенье, оно прошло точно в соответствии с этим пророчеством, которое Господь дал. Давайте послушаем внимательно. Девятая глава, девятый стих. Ликуй от радости дочерь Сиона. Аминь. Я представляю, знаете, Иисус едет в направлении Иерусалима, и толпа перед Ним начинает, перед Ним, которая сопровождает, она начинает громко восклицать определенные слова. Ассанна, ассанна царю, грядущему царю, ассанна грядущему царству, царству отца нашего Давида. Мы с вами, когда смотрим, с каким же сердцем едет Бог в свой город. Вы слышали меня? Это его город, законный город. Это город Христа, потому что он вышел из колена Иудина, и он тот потом, о котором сказал Господь Давиду, что от чресал твоих посажу царя на престоле твоем. Итак, мы видим, что царь въезжает в город Иерусалим. И нам, как людям, конечно же, интересно знать, с каким намерением он туда въезжает, в свой город. Что на сердце у него? К чему готовиться? К чему готовиться после всего того, что произошло в истории израильского народа? И к чему готовиться, когда большинство людей отвергало Иисуса Христа и Его служение? И говорили о Нем глупые вещи. К чему готовиться Иерусалиму? Когда к Нему направляется Господь Бог. Давайте мы с вами прочтем. А вот к чему. Ликуй. Вы со мной? Как вы ликуете? Ну ладно. Соседей не будем колыхать. А хотя давайте. Давайте воскликнем. Асана! Три-четыре. Асана! Еще. Асана! Асана! С каким ты сердцем, Господи, едешь в свой город, в царскую столицу? С какими мыслями ты едешь в свой город? И Господь здесь говорит. Ликуйте от радости. Ликуй от радости. Дочерь Сиона. Это означает, мое сердце, несмотря на то, что произойдет в этом городе, со мной через пять дней, я вам говорю, ликуй от радости. Мы могли бы сказать, не вяжется это, потому что как только войдет он в этот город, на него обрушится невероятная атака и осуждение. И от него отрекутся его люди, и предадут его Пилату, и Пилат захочет освободить его всеми силами, но ему воспрепятствуют, его напугают кесарем. И тогда он предаст Иисусу на распятие. Господи, что нам ожидать от Тебя, что так произойдет в этом городе? И Иисус говорит четко и ясно своему народу. Ой, как здорово! Ликуй от радости дочерь Сиона. Следующее. Торжествуй дочерь Иерусалима. Это означает, не смотри на то, что произойдет в этом. Это должно произойти. Потому что кто-то должен положить конец царствованию сатанинскому. Кто-то должен уничтожить грех. И это должно произойти именно в этом городе. А когда это произойдет, то отсюда, из этого города потекут реки воды живой. И куда они только не будут попадать, то там все начнет оживать. И Господь говорит, ликуй от радости дочерь Сиона. Торжествуй дочерь Иерусалима. Вот царь твой грядет к тебе. Мне нравятся характеристики царя. Очень нравятся характеристики царя. Слушайте, вот царь твой грядет к тебе. Первое. Праведный. Аминь. Праведность воцарится. На престоле праведный идет к тебе царь. В нем нет беззакония. В нем нет закваски. В нем нет никаких лукавых подозрений. Сердце его, которое направлено к Иерусалиму, оно полно благодати и истины, несмотря на то, что произойдет в этом городе через пять дней. Потому что это все сосредоточено на седьмом дне, на дне воскресения. Вы слышите меня или нет? И мы с вами видим, что это царь праведности идет. Это новый священник идет. Малек Цедек. Милхиседек. Царь праведности и царь покоя. Мы с вами видим, что он ободряет своих людей, чтобы они не пугались его. Чтобы они посмотрели намного выше, что идет царь их. И он идет праведный. Второе слово какое? Вы слышите меня? Какое слово? Спасающий. Ага, спасающий. Мы-то думали, камня на камне не оставят. Нет, спасающий царь идет. И спасение произойдет именно в этом городе. И да я даже больше скажу, что гора моря, на которую привел Авраам своего сына, чтобы принести его в жертву, это и есть та гора, на которой был распятый Иисус Христос. И это и есть то обещание, что Господь усмотрит себе Агнца до такого, в сердце которого нет никакой горечи, нет никакой обиды, нет никакого зла. Но я даже больше скажу, что в его отношениях, его сердце приближает, когда он входит в Иерусалим, такое. Это Иеремия 29, 11 стих. Там написано, что только я знаю намерение, которое имею к тебе. Намерение, как? Какое намерение? Во благо, а не на зло. Я иду к тебе, дочерь Сиона. Я иду к тебе, кроткий. Я иду к тебе, и третье, конечно, это характеристика кроткий. Я иду к тебе, кроткий, спасающий, праведный. Я иду к тебе всем сердцем, чтобы здесь совершилось спасение Божие, чтобы воцарилась праведность. И тогда из этого места, и мы с вами знаем день Пятидесятницы, рождение церкви, из этого места потоки живой воды польются по всему миру. И то место, куда они будут достигать, там все начнет оживать. Аминь. Вот царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом ослице сыне подъяренной. Вот царь к тебе идет, кроткий, спасающий, который имеет намерение в отношении тебя во благо, а не на зло, чтобы дать тебе будущность и надежду. В заключении нашей проповеди я хотел бы, чтобы мы с вами получили практическое применение в нашей жизни. Когда мы с вами встретили Иисуса Христа, мы встретились с вами с царем царей. Он явился в нашу жизнь кроткий и спасающий. Он влек нас узами любви к себе. И когда мы с вами приняли Иисуса Христа, и я также обращаюсь ко всем, которые смотрят эту трансляцию сейчас и слушают проповедь, если вы еще никогда не принимали Иисуса Христа, обязательно помолитесь молитвой, которая будет в конце этого слова. Потому что каждый раз Господь посылает к вам вестников о том, что Он хочет войти в ваше сердце. Каждый раз Он говорит о том, что Его намерение к вам не на зло, но во благо, чтобы дать вам будущность и надежду. Чтобы царь занял свое законное место в наших сердцах. И чтобы мы с вами сделались храмом Бога Живого. И чтобы в нашу душу наконец-то устремились потоки воды живой Слова Божьего. И чтобы мы с вами ощущали в своем сердце, что мы начинаем оживать. Помолитесь обязательно Иисусу Христу, молитвой спасения. Если вы не уверены, куда ваша душа пойдет после физической смерти. Помолитесь. Не играйтесь с этим. Не играйтесь в религию. Вам нужна вечная жизнь. Вам нужен живой Христос. Вам нужен Тот, Который войдет и превратит то место, где было мертвое море. Превратит Его в то место, где вы начнете рыбачить. И там появится рыба. Когда Иисус, когда Иисус въезжает в Иерусалим, это, это Евангелие, Евангелие, да во всех Евангелиях. От Матфея это 21 глава. От Марка это 11 глава. А 21 глава это Евангелие, 20 глава Евангелие от Луки. Нет, 19 глава. Мы с вами видим, когда Он въезжает в Иерусалим, то тогда люди, они, будучи захвачены духом благодати, они настолько рады тому, что происходит, и смотря по сторонам, даже не знают, как им поприветствовать того, который въезжает в свой город. Аминь, вы со мной? Они даже не знают, чем им поприветствовать. И я представляю, что что у меня есть? У меня есть просто верхняя одежда, которую я могу положить на дороге у моего царя. Хотя бы так я могу почтить его. Вы со мной, вы слышите? Среди этих это не была выстилана для него красная дорожка. Его там не встречали с объятиями, с пиром, чтобы он вошел. Да, это будет, когда он войдет в свой город и в свой храм, когда перейдет во второй раз. Но здесь мы видим, я представляю, если бы я оказался среди этих людей, и дух Господень открыл мне, кто едет в Иерусалим, что же мне делать? У меня есть моя верхняя одежда, я снимаю ее и кладу перед Иисусом. А потом кто-то посмотрел по сторонам, ух ты, пальм полно здесь. Начали резать в ветве пальм и класть перед Иисусом Христом. А он, я представляю, а он круткий, смиренный, спасающий, праведный. Идет с открытым сердцем и говорит своим людям, не бойтесь меня, потому что мысли в моем сердце во благо, а не на зло. Ликуй, дочерь Сиона, торжествуй, дочерь Иерусалима. Я иду к тебе, чтобы спасти, и отсюда, из этого места, польются, потечет живой источник, пойдут мои живые люди. Когда мы с вами приняли Иисуса Христа, произошло великое событие. Царь занял свое законное место. Есть в русском языке такая поговорка, свято место, что? Пусто не бывает. Оно должно быть кем-то занято. А это место, которое внутри нас, в наших сердцах, оно было создано для того, чтобы там воцарился Царь. Чтобы туда вошел Господь Бог. И чтобы мы с вами сделались Его храмом живым. И чтобы Он из этого храма посылал свою живую воду из наших уст, которая течет и дает жизнь миру. Это не мы с вами. Не будьте самоправедными. Это все не от нас с вами. Это все живущий в нас Иисус Христос. И мы, когда приняли Иисуса Христа, то Царь воцарился в нашем сердце. То мы стали храмом Бога живого. И мы с вами стали ощущать, что мы были оживотворены, рождены свыше. И что из-под порога храма в нашей области жизни начала литься, то есть пошли источники и потоки воды живой. Я представляю, как верующий, то есть человек, когда принимает Иисуса Христа, то сразу же он чувствует, что в его болоте, в его болоте страха, вливается источник воды живой. И мое болото беспокойства вливается источник воды живой. И я получаю покой в мое сердце. А по мере того, как мы с вами ходим с Иисусом Христом, и чтобы и позволяем Его Слову обильно вселяться в наши сердца, это Слово начинает течь в области нашей жизни. Оно течет в область нашего брака. Слушайте внимательно. Наш брак может быть как... Или брак какого-то человека может быть мертвым, как мертвое море. Ничего там нет. Никаких взаимоотношений. Никакой любви. Просто два разных человека. Никакого единства. И можно было сказать под аплодисменты сатанинские, ну все, хватит с меня. Послушайте. Иисус, Он тот, Который может из мертвого моря брака, из мертвого моря взаимоотношений внутри семьи или с детьми, из мертвого моря взаимоотношений на работе и где бы то ни было с соседями, он может из этого мертвого моря, пустив свой источник туда, он может сделать его живым. И там все будет оживать, как из этого, из-под порога, малый источник. Сначала по щиколотку, потом по колено, потом по пояс, потом понесет меня река благодати. И я буду смотреть на мой брак, на мои взаимоотношения и удивляться, как же это произошло. Доверьтесь Иисусу Христу в этом. И мы с вами испытали, что когда мы с вами открываем области нашей жизни, туда входят потоки живой воды. Наш мыслительный процесс очищается. Потоки живой воды входят в болото депрессии. И это болото становится протекающим источником. Потоки живой воды входят в океан страха. И этот океан превращается в океан любви. Аминь. Мы с вами испытали уже на опыте. И тут в Иерусалим въезжает Иисус Христос. И все люди восклицают и говорят, Ассанна, Ассанна, благословенно царство отца нашего Давида грядущее. А мы с вами сейчас восклицаем, Ассанна, ей гряди, Господи, ожидаем Тебя. Ты воцарился в нашем сердце, и из нашего чрева полились реки воды живой. Воцаряйся в сердцах каждого человека на земле Российской Федерации. Чтобы всякий почувствовал жизнь и источник живой воды. Есть надежда для каждого. И мы хотим сказать вам сегодня, тем, которые еще не знают Иисуса Христа, Пожалуйста, откройте его сердце перед ним. Мысли в его сердце в отношении вас только во благо. Радуйтесь, что он посылает вам Евангелие благодати и спасения. И мы говорим Иисусу, как верующие в Иисуса Христа, Ей гряди, Господи, ждем Тебя. Мы, Твоя Церковь, живые люди, живой храм. И Ты обитаешь в нас. Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за спасение, которое Ты совершил через Своего Сына Иисуса Христа. Мы благодарны, Господи, за этот источник воды живой. Евангелие благодати. Когда-то мы приняли Тебя, Иисус, и Ты оживотворил нас. И наши имена были вписаны в книгу жизни навсегда. Если вы еще не знаете Иисуса Христа как своего Спасителя, если вы еще сомневаетесь, доверяться Ему или нет, отставьте все. Оставьте вашу религиозность. Оставьте ваши культурные аспекты. Придите к Нему по вере. И Он войдет в ваше сердце, воцарится в вас. И вы будете живым. Скажите Иисусу в этой молитве, Господь Иисус Христос, я верю в Твою любовь ко мне. Я верю, что Ты – Бог, сошедший с небес. Я верю, что Ты спасаешь всякого, независимо от состояния, от грехов, от культуры, от мировоззрения. Я прошу Тебя, Иисус, спаси меня. Войди в мое сердце. Воцарись в моем сердце. Я прошу Тебя, исцели мою душу. Исцели взаимоотношения в семье. Исцели мой брак. Избавь меня от страхов и сомнений. Даруй мне покой. Спасибо Тебе. И во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я молюсь и прошу. Аминь. Аминь. Давайте мы с вами также помолимся. За нас с вами, Отец наш небесный, благодарны Тебе за церковь Твою. Благодарны Тебе за братьев и сестер. Благодарны Тебе за семьи в церкви. Мы просим Тебя, продолжай благословлять и вести нас. Продолжай, Господи, нести нас на своих крыльях и давать благодать на это особенное время. Мы просим Тебя, Господи, что если кто-то так устал, что не может дальше идти, просим Тебя, подними, ободри, исцели, Господи. Мы просим Тебя, чтобы Ты управил наше сердце в терпение Христово и в любовь Божью. Мы просим Тебя, благослови изобильно наши дома, чтобы они были домом мира и покоя, и назидания, и терпения. Научи нас покрывать многое. Научи нас покрывать любовью слова, Господи, колки. Научи нас покрывать, Господи, наши грехи других людей. Научи нас покрывать, Господь Иисус, чтобы не давать место дьяволу. Мы просим Тебя, благословия и начальствующих на нашей земле, президента, также губернатора Московской области, и мэра города Москвы, и всех людей, живущих там, где мы живем, и по всей России. И мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты простер руку Свою и избавил нас от этой напасти, Господи. Мы просим Тебя, чтобы Ты это сделал, и чтобы люди увидели, что это Ты сделал, Господи. Спасибо Тебе, Иисус. Потому что у нас нет ни способности, у нас нет ни силы. Но мы знаем, что с нами Бог. И злей на нашу страну потоки живой воды. Спасай людей в это тесное время. Благослови, Господи, всех нас. Мы молимся и просим. Аминь.